всем привет у нас сегодня новейший land rover defender сразу скажу что видео снимал какое-то время назад просто по-человечески забыл его выложить и когда его снимал я приезжал как раз на своем range rover на то и вот этот вот defender его только что выставили в шоурум и даже никакой их никаких технических данных вот рядом обычно с автомобилями стоят таблички не цены еще ничего не было на тот момент это была супер новинка сейчас конечно это уже не совсем то но хотел бы поделиться впечатление впечатлениями от увиденного потому что очень долго ждали именно эту модель все гадали каким он будет таким же как бы примитивным который был как был предшественник либо что-то будет новое но здесь видите 110 110 модель это пятидверка обращу внимание что уже на крыльях на капоте приклеена от завода-изготовителя в такие пластины ну типа что на них можно уже вставать и поэтому вам уже не надо придумать не из алюминия не из какой-то нержавейки и самим что-то там приклеивать все уже сделано все продумано британцы молодцы они я так понимаю учли предыдущее поколение все моменты проработали и уже это все сделали дабы вам не пришлось что-либо делать от себя просто доплачивайте денег и все вам будет ну что интересного но здесь честно все интересное прежде всего меня шокировала ширина салона потому что на предыдущем кузове был он очень и очень узкий но это как гелендваген да то есть там старый defender был то же самое у меня был 90 но так себе то есть с непривычки на такой машине было ездить ну так же как и гелик повторюсь это было испытание да но на новом все поменялось я еще сам на нем не ездил за рулем но у меня на самом деле пару сертификатов land rover experience лежит просто с ковидной темой было не до этого но обязательно съезжу обязательно поснимаю и вам покажу обратите внимание на подножки они теперь из двух кусочков раньше была одна большая это приносило конечно дополнительную грязь здесь есть вот такие как бы уже инновационные подножки бы так сказал большущие колеса но в принципе конечно это вещь этот автомобиль стал мне кажется уже больше с приставкой лакшери но и естественно цена у него конечно же стала но по объективным причинам это наш рубль его курс как я сейчас понимаю такая машина с трехлитровым дизелем будет стоит под 7 миллионов рублей комплектации бомж но к 6 где-то я думаю так хотя даже трехлитровый дизель может быть семерку ты не уложишься но на вторичке дешевле пяти с половиной я ничего не нашел хотя полгода назад можно было ну где-то до пяти что-то найти там тысячи две пробег вот как я вам говорю передняя панель это сплошная полка и здесь можно что угодно раскладывать даже маленький магазинчик открыть если хотите у себя машине салон как вы видите из натуральной кожи этому вот как раз это доказывает книжка которая там висит но Land Rover молодцы до сих пор особенно не балуется эко кожей при случае опять же если к соседям к моим привезут на оклейку пленкой такой автомобиль потому что как раз человек вроде бы записывался мы будем его разбирать обязательно поснимая очень интересно где производят комплектующие для этого автомобиля но вот то что сейчас мы видим это очень и очень качественный автомобиль и он действительно в максимальной версии он с панорамой опять же есть классические боковые окошки на крыше это чтоб вы могли заднего ряда сидений наблюдать какие-то я не знаю там пейзажи вот но интересно то что сзади места вообще без проблем сидеть можно свободно ну наверное что-то типа как в лэнд крузере да схожи чувства но что еще хотел сказать помимо вот такой версии 110 Land Rover еще сделали 90 это достаточно смелый шаг потому что из современных производителей в тему трехдверных внедорожников не лезет практически уже никто но остался вот еще Wrangler ну и вот Land Rover очень странная задняя полка но все мы привыкли видеть ее в виде шторки да здесь она почему-то натягивается на крючках и сделано из ткани очень удобно ее раскладывать и очень что-то можно было на нее класть вот но по мне это опция вот в таком виде ну не очень удобно хотя с другой стороны разложил и забыл если часто там ничего багажник не помещаешь цвет классический вот как на рекламных постерах Land Rover а честно говоря есть желание попробовать купить такой автомобиль не знаю насколько это получится но в двух словах я думаю вам все понятно хорошая машина чем-то похоже брутальностью на гелик ценой в два раза дешевле поэтому в принципе если вам нравятся такие автомобили есть смысл его покупать ну на этом пока все обязательно вам сниму тест-драйв этого автомобиля подписывайтесь на мой канал ставьте лайки всем пока